Светлана Вандарчу, это как определенный такой бренд. Я просто была очень закомплексованная, очень неуверенная в себе. И дралась с мужчиной и женщиной? С женщиной. Была бы, если бы мужчиной, была бы гениальным дипломатом. Я вообще думала, что я могла быть лавровой, наверное. Твой самый постыдный поступок. У тебя есть какой-то потолок? Вот я сейчас прям себе сделаю комплимент. Внимание. Ладно, мужа везти, жену взяла. И то не стыдно. Сережа тебя не ревнует? Ну, мне кажется, так он спасет поляну. Добрый день. Меня зовут Ирина Безрукова, и это канал «Начало». Здесь звезды говорят даже о том, о чем они иногда боятся себе признаться. Я сейчас иду разговаривать со Светланой Бандарчук. Пять лет назад ее жизнь изменилась. Она фактически вернулась к началу. Ну что, поговорим с ней об этом. Светочка, дорогая, я очень рада тебя видеть. Я хочу узнать, как действительно к тебе обращаться. Светлана Рудская, Светлана Бандарчук или Светлана Харченко? Только ты знаешь ответ на этот вопрос. А я раскрою тайну. Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию. Все я по документам. Я Светлана Рудская всю жизнь была. Это, ну, как творческий, наверное, псевдоним. Ну, и прожив много лет с человеком по фамилии Бандарчук, я стала Бандарчук. И действительно, наверное, меня в основном знают как Светлана Бандарчук. И сегодня это как определенный такой бренд. То есть это не Бандарчук отдельно, а Светлана Бандарчук. Это прекрасная фамилия, которой я очень горжусь. И это действительно великая семья. Это приятно. И Сергей Харченко, это мой муж, но фамилию я, как по традиции, не меняла. В общем, по документам я Светлана Рудская. Всем очень интересно, зрителям, подписчикам, как начинается утро у Светланы Рудской? У Светланы Рудской утро начинается по-разному. Вот сегодня я к тебе влетела и призналась, что вчера я немного припозднилась. И поэтому легла не так рано, как планировала, кстати. Это про меня, знаешь, это хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Я вообще понимаю, что когда что-то... Хорошо, так как вечер твой начался и закончился. Да, давай начнем с того, как случился вечер. То есть мы пошли на прекрасную выставку. С выставки мы пошли поужинать. Потом просто мы зашли к Денису Симачеву в клуб. И прекрасно провели вечер, танцевали, веселились. И утро мое чуть позже случилось, чем я планировала. Я прогуляла в спорт, косметолога. Так, так. Вот. Но я хочу сказать, что вся жизнь, она не может состоять только из каких-то четких правил. Ну, моя, по крайней мере. Я не призываю всех людей хулиганить и менять планы прям в моменте. Но мне кажется, жизнь, она вот именно такая должна быть. У меня есть планы, которые я не меняю. То есть если это четкая работа... Вот к тебе я, допустим, пришла. Спасибо, уважаю. Да, а вот к косметологу я решила не идти. А завтрак? Завтрак. Вот мне сложно, если честно, тебе представить, там, на каблуках утром, и ты жаришь яичницу у Сергея. А я на каблуках вообще даже дома, то есть даже редко в жизни хожу. А яичницы готовишь ты? Ну, я делаю завтраки. Для меня это важное время дня, завтрак. Я обязательно завтракаю, я готовлю какую-то стандартную для себя завтрачную еду. Это осты, это обязательно кофе. Ну, не знаю, какая-то не самая полезная, наверное, в понятии сегодняшнего современного человека, который увлечен зожем, еда. Светочка, ты вообще все успеваешь, и у тебя... Кто тебе это сказал? Я ничего не... Хорошо, давай подчислять. 16 лет редактор, потом... 18? Вот это да, 18 лет, это целая жизнь. Потом фанни-студио, потом пиар-агентство, потом света вокруг света. Я что-то еще забыла? Бюро бьюти. Извини, ты ходишь со мной в салон. Я хожу в бюро бьюти, я в восторге, да. Вот я вот сбилась. Что-то еще. Еще что-то? У меня есть... Мы с Сергеем делаем одежду, свет. Вот сейчас будет презентация скоро. О, еще и дизайнер. Ну, я не называю сегодня, какой я дизайнер, нет. Я вдохновитель дизайнеров, я транссеттер, наверное, я человек, в общем, которому люди доверяют в этом. Но это твой бренд? Мой бренд, да. Прекрасно, я буду присматриваться. Да, ну, тут сейчас будет новая коллекция, я тебя пришлю. Спасибо большое. И это вот все, вот это все, что у тебя есть. То есть это деньги, это увлечение или просто занять себя? Это просто все бизнес. Все бизнес, который я люблю, но это не хобби. Ну, как, это моя работа, а как я должна жить? Я же зарабатываю деньги. Ну, да. Нет, это не хобби, это не имиджевая история. Наверное, самая имиджевая в этом смысле, ну, если говорить про финансовую составляющую, если мы в эту сторону идем, наверное, это как раз редакторство. Все остальное, хотя я очень люблю это время своей жизни, я очень любила свой журнал, очень любила свою команду и то, что моих героев, с большой любовью я много лет это делала. Но это все-таки больше такая история, это работа, но это как бы не бизнес все-таки, для меня, по крайней мере. А что случилось? Почему он закрылся? Карантин из-за карантина? Ты знаешь, нет, там другая история. Этот журнал много лет существовал в определенном издательском доме, и его лицензия на Россию заканчивалась, и было принято решение, на мой взгляд, совершенно какое-то неожиданное, скажем так. Потому что у нас, наверное, были одни из самых лучших показателей по рекламе, потому что ты должна понимать, что такое то, что мы делаем. Есть реклама, есть журнал, нет рекламы, нет журнала, да? Мы были в топе. Но издатели же, я так понимаю, владельцы, это твои друзья? Ну, это же не про дружбу. Нет, а нет никакой сложности. У человека все, он принял решение больше не делать, не развивать это направление. Нет, мы же не в этом смысле, наша дружба, она продолжается. Но это разные вещи. Это бизнес, работа. Ну, у человека поменялось понимание, куда он хочет идти. Там в издательском доме практически все медийные проекты были закрыты или были проданы. Ну, то есть это просто решение человека, потому что у человека другие возникли какие-то планы на жизнь. Нет, я понимаю. У меня не получилось сохранить, ну, по двум причинам. Потому что на одном этапе, когда я обратилась в один большой издательский дом, и мне сказали, да, мы хотим этот журнал, к сожалению, я потеряла в момент переговоров какое-то время, очень важное, да, и люди, ну, как-то, у меня нет ответа до сих пор на этот вопрос. То есть я поняла, что я им интересна, а журнал им по факту не очень нужен. Просто я оказалась в ситуации, когда они говорят, мы тебя хотим, а журнал, в общем, не обязательно нам нужен. Это было прекрасное, конечно, все. Но, знаешь, все когда-то заканчивается. И потом случилось то, что случилось. Знаешь, это вот в это время даже то, что было на плаву, много что закрылось. Мы не произносим это слово, но все мы знаем, что год был непростой. О, да. И многие проекты закрылись. Слушай, ну, у тебя же проекты как раз те, которые... Должны были закрыться. Которые должны были... Хорошо, что не закрылись. Не закрылись. Я когда пришла первый раз в бюро бьюти, я пришла, я сказала, ребята, спасибо, что вы живы. Идешь по Москве, и пыльные окна закрыты. Это же твой бизнес. Нам было непросто, да. У меня тоже два партнера в этом бизнесе. Это было непростое решение. Сохранить, сохранить команду. Ты права, что сохранить в это время бизнес, это было фактически... Отношения, потому что, вот, к примеру, в той же Фанни-студии, я так понимаю, у вас три совладельца, да? Три? Нет, только я одна. Да? А вы же вроде открывали с Аболенцевой, нет? Нет, ну мы бы когда-то открывали, но мы давно как бы... У нее своя студия, то есть Фанни-студия в Москве, это моя студия. А там, где ты с друзьями работаешь, вот как вы бизнес и дружбу? Потому что бизнес иногда, люди реально ссорятся, потому что партнеры, ну мы все знаем, это непросто. Как ты умеешь это все сделать так? Во-первых, понимать, что... Ну, во-первых, это не только зависит от тебя. Если у тебя есть партнеры, то есть если у тебя хорошие партнеры, по-человечески достойные люди, то всегда можно обо всем договориться, слышать над друг другу, доверять друг другу. Я не буду говорить, что все совсем безоблачно. А с Сергеем проще договариваться, к примеру, у вас же совместный проект, вот Света вокруг Света. Света вокруг Света. С чем? С другими партнерами. Потому что это самый близкий человек. Ну, знаешь, это более творческий, хотя это превратился, к счастью, в бизнес-проект. То есть изначально он начинался у нас как фо-фан, типа, он говорит, Света, я не могу тебя не снимать, тебе так интересно, ты так со всеми общаешься, и такие интересные герои. Да, такой драйв у вас вообще. Да, и он говорит, давай я тебя буду снимать, и первую программу он снял Айдан Салахова, когда мы путешествовали по Италии, там, когда полтора года назад, он снял, смонтировал эту историю, и получилось такое, как бы это даже не формат же интервью, это такое, какое-то, какое-то, как, какое-то немножко документальное подсматривание, у меня даже нет вопросов, у меня в основном это разговор, да, вот это какая-то такая форма. Как это прекрасно. Да, это очень приятно, поэтому вот тут есть свои плюсы и минусы, но и вообще, конечно, очень приятно работать с своим партнером. А он спокойно, да, нормально, потому что вокруг тебя все время клубиться, вот все. Да, ну, я тебе так скажу, вот знаешь, я же много за свою жизнь сделала интервью, и чем человек, вот я сейчас прям себе сделаю комплимент, внимание, чем человек, наверное, больше, именно масштабнее, чем он, может, больше звезда, нормальные люди, они этого не понимают, ну, они не живут, как звезды. Там есть какие-то нюансы, вот мы вчера пришли, допустим, вот я как сказала, в Семачев, и чем повышался больше градусов, тем больше со мной люди стали делать селфи, кратко снимать, это же не самое ужасное, что со мной может произойти, я не живу с этим ощущением, и это меня... За это надо выпить, у меня вода, у тебя кофе? А у меня шампан. Хотела приготовить... Шутка. Хотели приготовить шампанское? Не надо, и шампанское я сегодня не пью. Не сегодня, все. Ну, и вечером. А кофе сейчас прекрасно. Если говорить, опять же, про бизнес, скажи, пожалуйста, вот столько всего, это занимает большую часть твоей жизни, пять проектов только я насчитала, но, к примеру, вот если ты ставишь цель заработать много денег, у тебя есть какой-то потолок? Для меня все мои проекты от Бюро Бьюти до Фани Студио, там и наш канал, это все равно бизнес. По крайней мере, это не тот бизнес, это же не нефтяной бизнес, это же не банковская какая-то история. Мы должны понимать, что этот бизнес, ну, он, он, безусловно, может быть коммерчески таким очень успешным, но это все равно не те огромные суммы, которые ты даже там сейчас называла. Ну, но при этом, наверное, для, там, девушки, для женщины зарабатывать и придумать еще полезные вещи, да, то есть все-таки сделать такой салон красоты, как Бюро Бьюти, которым я, правда, очень горжусь. Опять скромность к забвению, расскажу, идея была моя, я очень хотела сделать салон красоты в Москве, которого я считала нет в Москве. Потом я поняла, что то, что я хочу, я одна не справлюсь, я даже не смогу профинансировать это. И очень важно, я не знаю, может быть, в этом смысле я выгляжу глупо, потому что часто звезды с громкими именами, которые еще могут продвигать этот бизнес, часто заходят просто в бизнес, не финансируя. Я все всегда финансирую. Вот у меня все, вот все бизнесы, которые ты видишь, мне никто не подарил ни процента. То есть все, что ты видишь, это я вошла, проинвестировала. Я вижу, как много ты занимаешься благотворительностью. У меня есть аукцион, который я провожу раз в год. Это аукцион экшен. Ему в этом году было 10 лет. Это действительно для меня, наверное, по значимости такой один из самых важных проектов. Вот это совсем не бизнес. В чем заключается аукцион? Это самые такие громкие, яркие, важные имена российского кинематографиста участвуют в этом аукционе. То есть режиссеры, операторы, актеры, сценаристы, композиторы делают короткий метр самостоятельно. И на этом аукционе приходят гости, и они покупают в собственность вот этот короткий метр этих известных, великих режиссеров и команд. Оказывается, это очень было интересно людям. И мы 10 лет, мы собираем где-то так, ну так если в среднем, где-то под миллион долларов за вечер. Это огромные деньги. И даже в этом году мы это сделали. Мы думали, что мы не сможем. Там Саша Петров еще как-то отличился. Саша Петров в этом году. Саша Петров очень смешно. Он выкупил фильм. Сам. За сколько? За миллион? Ой, даже больше, по-моему. Тема, что добро надо делать тихо. Мы говорили с Челпан Хаматой, она не разделяет. Не надо делать тихо. Надо пример подавать. Но пока ты к этому придешь, ты должен как-то этот путь пройти. Хотела тебя спросить про светские мероприятия. Иногда я прихожу и чувствую себя там более одинокой, чем когда я дома сижу, читаю. Был такой сериал, назывался «Ландыш серебристый», прекрасный. И там главная героиня у меня молодая поп-звезда. Играет Олеся Железняк, совершенно гениальная. И вот ей продюсер говорит, мы сейчас едем туда, где нам никто не рад. Она говорит, а зачем же нам туда ехать? Наивная такая провинциальная девочка говорит, зачем? Ну, так надо. И вот я когда вижу, ну, какое-то мероприятие чересчур светское, да. Что значит? Много фальши. Или ты чувствуешь там праздник? По-разному почему. Не, ну, я, во-первых, рассматриваю светские мероприятия, это же как часть работы. Ты же идешь, не просто идешь, что ты думаешь, сидишь дома. Думаешь, куда бы мне пойти. Ты тогда... Да, я тоже хожу на мероприятия, я согласна. Да, но почему? По-разному бывает. Ты, во-первых, идешь чаще всего уже или с каким-то человеком, или ты понимаешь, с кем ты можешь выбрать себе человека, с кем ты можешь, ну, там, общаться, там, эти 20-30 минут, да, пока ты на мероприятие. Потом мероприятие надо тоже, чтобы люди понимали. Это не просто вот мы сидим сырые дома и думаем, а чего бы нам бы куда-то не пойти. Но это же не так. Это просто всегда или работа, или тебя приглашают какой-то твой близкий друг на какую-нибудь премьеру. Потом, допустим, я знаю, что когда меня приглашают, для них это важно, чтобы я пришла, потому что идет отбивка по прессе, ну, и так далее. То есть это часть работы, если ты или завязан, ну, там, допустим, когда я была главным редактором, я часто куда-то ходила, потому что мне надо было поддержать рекламодателей, или какой-нибудь там, я не знаю, фестиваль, потому что мы были эксклюзивно, освещали там какие-нибудь события. Ну, это, скорее, необходимости. Ну, это работа, но я к этому и отношусь, как к работе. Ну, когда я прихожу, я просто нахожу того человека, или, а здесь даже нет человека, но это просто ты по-светски беседуешь, ты проговариваешь, возможно, встречаешься с теми людьми, с которыми тебе надо что-то обсудить. То есть это какая-то форма работы. Ну, да, ты должен хорошо выглядеть, потому что там будут камеры, там будут фотографы. Вот недавно я была там на мероприятии, на открытие нового ресторана там, но я там оказалась, потому что я боролась за то, чтобы это здание не было перестроено новыми владельцами ресторана. И спасибо им огромное, они услышали, причем это была прям такая военная ситуация, потому что они хотели перестроить, это бы поменяло архитектурный ансамбль патриаршего пруда. В итоге нам пошли навстречу, не нарушил глобально. Я помню, это историческое место, но вот что я сделала, пошла-то тусануться? Нет. Нет, ты вообще очень отважный человек. Ну, чуть-чуть, да. А я смотрю, тебе нравится людей одевать, переодевать, особенно вот когда ты была редактором, там история с Рамзаном Кадыровым, кстати, очень стильная. Представляешь, я вчера нашла эту съемку, вчера в ночи почему-то мы стали, я не буду, я знаю почему, в общем, возникла Айконс, а у меня все вот эти мои журналы Айконс, у которых тоже я была главным редактором. И я вот первая, на самом деле, не Ксения Собчак, не Тина Канделак, первое интервью с Рамзаном Кадыровым сделала я. А я это знаю. Да, я поехала к нему в Чечню, тогда все говорили, а он же ходил тогда, Рамзан, спортивный. Я помню эту фотографию, когда ты танцуешь в длинном платье, казаки на тебе какие-то, и рядом он с тобой танцует. Ну, я несколько раз была в Чечне, в Дагестане, то есть мне очень было интересно. Ну, значит, я пропустила этот первый. Я ездила делать интервью тоже для Айконс с борцами, вот когда они помогли, в общем, России на Олимпиаде с какого-то там 20-го места, они взяли все золото, и мы оказались там на втором или на третьем, что я не помню. Я сказала, что я поеду, сделала с этими ребятами интервью, я поехала в Дагестан. Не боялась? Такая красивая блондинка. Я вообще не боюсь, но я дружусь с ними, я моментально нахожу общий язык, ну, как бы они же... Ну, они горячие парни, ты такая красотка и такая другая, там же чернобровые красавицы. Нет, они были очень... нормально, если ты с ними находишь общий язык, ну, я же тоже не сомневаюсь. Ну, они флиртовали, ухаживали или как-то? Ну, они оказывались так и внимания, но они для них я все равно другая, я как пришелец. Значит, садиться, я помню, когда мы в Дагестан приехали, мы ехали в этот Лакский район, туда в Дагестан, в чем я умудрилась приехать, когда у них Рамадан начался, ну, вообще, все невезение. Они по селам разъехались, у них важный религиозный праздник. И вчера я эти смотрела съемки, ну, первый был Рамзан, и я помню, что я к Рамзану привезла пол вообще самолета каких-то брендов из Меркурия. И он еще тогда действительно не был так, он по-другому одевался. И я говорю, надо Рамзан переодеться, он говорит. И мне почему-то казалось, что ему очень пойдут, вот у Армани были такие стойки. Вот сейчас такое дело, это он теперь, ну, стойка, вот такой стиль, как он сказал, ты что-то как встали на меня одеваешь. Я говорю, ну, тебе это идет, я говорю, не знаю почему. Ты вот с этим стилем родилась, вот с чувством стиля? Это как определенный, как хороший слух, там, у кого-то есть слух 100%, а у кого-то нет. Вкуса или ощущение, там, вот как одеться, ну, наверное, может быть, от мамы в какой-то степени, где-то от моей вот тети, там. Ну, растила бабушка, бабушка тоже была очень стильная у тебя. Ну, что значит растила бабушка, как бабушки растут? Бабушка у меня обычная бабушка была. Даже не бабушка, а прабабушка, Надежда Максимовна. Прабабушка. И она тебя отдает в модельные агентства. Моя бабушка, бабушка, ну, ладно, моя бабушка, она бы засомневалась, сказала, что это что-то, наверное. А ты знаешь, я просто была очень закомплексованная, очень неуверенная в себе. И она это сделала, она мне не отдает никуда, куда мне можно было отдать. Нет, она мне просто посоветовала Она сказала, Света, сходи, вот какой-то конкурс А еще такое время, не интернет, ничего Надо было где-то прочитать или услышать Объявление, там, может, по телевизору, не знаю И она мне просто сказала, сходи Я даже не знаю, зачем я туда пошла Потому что уверенности никакой Не добавила Нет, когда я пришла, меня просто из толпы Вытащили, нет, как раз там я поняла Что я что-то про себя не понимаю А тебя отобрали, значит, ты Ну, я понимаю, низкая самооценка У меня была низкая самооценка, да И с этим я Как бы очень Много лет жила То есть просто пока ты принимаешь Себя и понимаешь, за что Ты можешь себя любить, гордиться То есть принимаешь свою внешность Это же какой-то, у меня был Достаточно долгий путь Светочка, тебя воспитывали, как я знаю Двое отцов Вообще чуть-чуть о своих родителях можешь рассказать? Двое отцов Ну, то есть отчим, отчим Нет, я выросла, больше росла я с Владимиром Борисовичем Это мой папа, который второй муж моей мамы Виталий Витальевич, это мой биологический папа Я с ним как раз не росла, но у нас с ним прекрасные отношения Воспитывала меня, мне кажется, в большей степени Моя бабушка И прабабушка Я росла под их Опекой, в большей степени Потому что мама меня родила очень молодой Она была студенткой Потом она работала Я жила в большой семье Много дедушек, бабушек, много пап В любви Ну да, в любви Вот поэтому ты такая гармоничная Потому что вообще, да Жить в любви это важно Скажи, в одном из своих интервью Ты сказала, что ты еще хотела бы детей Нет, ну слушай, это такой момент Когда ты живешь У тебя есть семья У меня как бы С одной стороны, эта тема Она не стоит так остро Нет, конечно Да, у меня есть дети Там у него есть ребенок Но у меня очень много примеров Когда люди, уже будучи взрослыми Осознанно идут По-моему, совершенно другая история Да Ну, в общем, эта тема тоже такая Открытая А кто твои подруги? Расскажи Настоящие Вот прям самые близкие Ну, Дина Хабирова Очень моя близкая подруга Знаешь, да? Нет Дина Хабирова Ну, она такой Мой друг Давнишний При том, что знали мы друг другу сто лет А подружились уже спустя какое-то время Она известный такой московский ресторатор У нее Сикстер ресторан У нее Буберот Сума ресторан У нас даже с ней был тоже совместный проект Березка на Патриках Да, да, да Вот Дина Хабирова Она такой мой прям вот настоящий друг Друг это же не про посиделки на кухне Нет Нет, друг это про другу Айдан Айдан Салахова Она не такая мне близкая Но она по духу моя Вот мы с ней можем созвониться И сказать А пойдем Комьюнити танцевать Вот понимаешь Она такая Она удивительная женщина Необыкновенной красоты Харизмы Таланта Талантища Да, у нее такая непростая судьба Все-таки Она Ну, она это не скрывает Не афиширует Но она проходила Очень серьезно болезнь Боролась с болезнью И она не упала духом И вот ее пример Для меня Как бы он великолепен Ну, много лет И до сих пор Там Наташа Дубовицкая Просто бывают периоды Ты знаешь, да Какой-то момент Когда ты с одним человеком Больше общаешься Потом с другим Да, да, бывает Слушай, Рената Литвинова Она рядом там где-то живет Ну, мы рядом живем Но это не значит, что мы часто с ней видимся Но Ренат Литвинова Там, человек, с которым я знакома С 16 лет там своих Поэтому Как бы не та дружба Которая там Созваниваемся каждый день Но я знаю, что Она есть Да, много лет Она есть в моей жизни У меня есть друзья Мужчины С которыми я дружу Ой, это очень интересно Про дружбу мужчины и женщины Мужчины Они обычно Ты, наверное, знаешь Они говорят, что Дружить можно с той женщиной Которая, извините Не идет на сближение Но она нравится Нет, ну то, что Наверное Есть изначальная симпатия Скорее всего Так оно и есть Но не все же отношения Переходят в определенную А вот твои близкие Друзья-мужчины Это Сергей Табунов, да? Сережа Табунов Потрясающий художник Фотохудожник Я считаю Семачев Денис Семачев Денис Всегда есть друзья-мужчины Все равно это другая дружба Я соглашусь Чем с девочками Да, да Надо там дистанцию Мягко держать Был ли какой-то Вот такой момент Когда кто-то Вот из друзей Ну, подставил плечо И вот спас Выручил Ну, конечно Это меня как-то Так врасплох застало Я не могу прям Какой-то конкретный пример Но вот, допустим Когда я говорю Кто мой друг И называю Дину Хабирову Я ее вспоминаю Именно по причине того Что она всегда Человек, который Приходит Ну, на помощь Или помогает Какими-то Конкретными действиями То есть не просто Ой, давай на кухне Посидим Поболтаем Всех обсудим Нет, она не про это Она про С ней можно и повеселиться Но и когда До дела доходят Она очень всегда Правильно поступает Оля Слуцкер Меня так в жизни поддерживала А я ее поддерживала У меня хорошие друзья Я сейчас просто боюсь Знаешь У меня нет так, что Вот у меня один друг У меня много друзей А кого-то одного Сейчас мой лучший друг Это Сергей Муж лучший друг Это так что? Ну, я с ним дружу Он мой друг То есть я ему доверяю Он хороший человек Я вижу уже Знаешь, когда ты Живешь уже там Не год А какое-то Уже более продолжительное время То есть ты уже Видишь какие-то Ну, нюансы Но глобально Ты понимаешь Что он просто хороший Вот я вижу Как он относится К своим друзьям Я вижу, как для него Сложно принять Какое-то решение Ну, непростые какие-то Бывают вот ситуации Я вижу, что для него Это Он порядочный Да Он порядочный человек Он мне очень Пытался всегда Вот помочь В каких-то таких Личных моментах Ну, я прям В этом смысле Прям горжусь Им Потому что это такое Очень редкое сегодня Человеческое качество Он вообще не сплетник То есть у вас нет секретов Друг от друга Ты знаешь, у меня вообще Сейчас нет секретов Свет А вот как с тобой Можно подружиться Хочете подружиться Где, как И каким надо быть Ну, я не знаю Я должна влюбиться в человека Вот что-то он мне должен Прямо зацепить У меня друзья И были Когда я в компаниях Общих находила У меня есть подружка Вот Света Тоже ты Если в инстаграме Видишь, я вообще С ней познакомилась В инстаграме Да как А потому что я увидела Что на нее подписаны Все мои друзья-мужчины Какая-то красивая баба Интересно Ничего себе Как так А я надо подружиться Правильное решение Мне кажется Да, она оказалась Потрясающе хорошая девочка Действительно Очень красивая С открытым сердцем И заодно песочница И вот мы там Какое-то время С ней дружим Там уже год четыре Дело в том Что жизнь такова Что люди Ну не всегда живут вместе Да Допустим Мои родители развелись И так получилось Что я дважды была замужем К примеру Вот допустим Твои друзья разводятся Вот Надя И Резо И вот Как ты выстраиваешь отношения Ты дружишь И с ней отдельно И с ним Или вот как это все выстраивается Или Во-первых Резо я знаю лет Не знаю сколько уже Резо мой старинный друг Я у него в кино Ну вот как быть в этой ситуации Никак А при чем тут-то Ну а вдруг Ладно Берем нейтральную ситуацию Люди расстались некрасиво И пытаются говорить Со мной дружи А с кем-то не дружи Ну так же мне нельзя сказать Скажи мне Чтобы я с кем-то не дружила Нет Ну как это возможно Нет Ну все равно Чтобы подружка не обиделась К примеру Я даже так не думаю Если какой-то из этих людей Там поступил подло Или какая-то там Не знаю Ситуация Которую я знаю И я считаю Что некрасиво Кто-то Недостойно Да Это одно Но если люди разошлись Ну жизнь она такая Для меня как раз пример Когда можно сохранить Хорошее теплое отношение Особенно если есть дети Я считаю так нужно Но если мы берем конкретно Там Резо и Надю К каждому из них Зачем-то это было нужно Это была точная любовь Это была такая история Но она закончилась Но вот в этом случае Можно сказать К счастью Что они не прожили 10 лет Что они не нарожали детей Ну как-то это произошло Достаточно стремительно Поэтому Здесь кто прав Кто виноват Но не срослось У них есть дурная привычка Жениться у обоих Они как порядочные Сразу женятся Сразу женятся Ну так это их проблема Вот у нас С нами живет Юна Часто Сережина дочка Но у Юны Есть прекрасная мама И мы все общаемся Слушай Это разные вещи Муж и жена И родители Разные вещи Это не надо путать Если ты хочешь Девочка Девочка Она больше с папой Она тебе не ревновала К Сереже? Ну потому что Она не с папой больше Она и с мамой И с папой Нет Но девочки больше Как-то внутри Нет Это тебе так кажется Девочки очень Кстати вообще дети Я считаю До определенного возраста Вообще с мамой Это потом у них что-то Ну так если взять Там Как чаще всего Нет Для нее мама Очень важный человек Юный Ну она у тебя Как еще одна дочь Как ты с ней общаешься? Я ее очень люблю Ребенок Который с нами Много проводит время Это прекрасная девочка В которую я включена Которая там По возрасту Которая сейчас Очень интересный возраст 8 лет Ну ты знаешь Что значит твой ребенок Твой ребенок Который рядом с тобой Ты понимаешь Кого ты растишь Ты говоришь Тебе надо влюбиться Даже чтобы общаться А вот как же тебя Смотри Ты яркая такая Действительно Очень красивая Самодостаточная Успешная Молодая женщина Вокруг тебе Грандиозное количество Разных кругов Которые пересекаются И вот как Ты разглядела Сергея К чему тебя зацепил? Вот чем? Он очень милый мужчина Вот судя по твоим Инстаграмм Приятный Но уже не какая-то там Вот я не знаю Гиперзвезда Или что ты Почему думаешь Что со мной Я сама Сделала гиперзвезду Как ты его разглядела Он же скромен Судя по всему Почему вообще не скромный? Не скромный? А выглядит очень скромно Слава Богу Он вообще не скромный Он совершенно открыт Он веселый Вот кстати Вот с кем не скучно Это Сережа Поверь Вы смеетесь много Да нет Он вообще С ним очень весело Но историю знакомства Если это не секрет А история знакомства Он как раз совершенно Я бы даже сказала Банальная Я пришла на мероприятие К своему такому Давнишнему приятелю Как-то я не знаю Почему кстати Так было В этот вечер А это было лето Очень Был вечер Но очень светло Было Я помню Такое ощущение Прямо вот светло Вот в компании Каждый Как бы Одинокий парень Подошел познакомиться Какая-то такая была история Там он был четвертый Типа Я такая Какой-то прикол Наверное И что-то он мне говорил 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 Я ничего не слышала Там громко музыка Очень играла Я не знаю Почему-то ему оставил телефон Да И вот Ого Незнакомый парень Ну это не было же на улице Это была все равно Там А потом я поняла Еще что я его Знаешь Вот бывает такое странное ощущение Не знаю Поймешь Что было у тебя такое Было ощущение Что я его знаю Это как будто бы Я где-то Его то ли видела То ли в какой-то В прошлых каких-то Каких-то жизнях Пересекали Такое не было ощущение Что да Я не могу сказать Что он мне понравился Сильно Там даже не про это было Вот как будто бы Вот он откуда-то Вот у меня уже был В моей жизни Хорошо На утро допустим Дома Тебе звонит человек Ты могла уже решить Что это тебе не было А так и было Фактически Он мне кстати Не позвонил Он мне написал Пригласил попить кофе Я подумала Да не пойду я с ним Пить кофе И пошла Почему-то Ну вот Ира Вот можно что-то объяснить Почему надо Нет Любовь она случается Ну это не было Любови никакой Это не было Так Ну попили кофе дальше Ну ничего И стали переписываться А дальше Ты понимаешь Иначе иногда в переписке Можно больше понять Твой человек или нет Он раскрылся Да Да не то что Он не был закрыт Я была может Менее готова К каким-то отношениям То есть он Нет Он кстати действительно Ну на мой взгляд Опять я может быть На него смотрю Каким-то своим Через свою призму Он очень легко общается Он наоборот Совершенно не закрыт С ним друг Подружились практически Все мои друзья Подруги Семейная жизнь Как бы Я много лет была замужем Знаю что это такое Я не всегда конечно Могла говорить Или хотела об этом Но бывают конфликты Если у вас бывают конфликты Мирится кто идет Знаешь у нас практически Ну пока не было конфликтов Света Ты всегда такая гармоничная Радостная Улыбающаяся Я не могу себе представить Как ты ругаешься с кем-то Или злишься Как это выглядит Страшно Как расскажи Я ну немножко расскажи Не показывай Я могу быть очень такой Жесткой Могу Да Могу Очень редко Это со мной происходит Но могу включить Ну это причем Знаешь Прямо вот все По-другому Это просто выплеск идет Да Могу А извиняешься Если что-то Ну если не права Конечно извинюсь Чаще всего Когда конечно Человек не прав А так я всегда Все-таки Пытаюсь Ну опять Мы меняемся Наверное Я сейчас тебе говорю Про сегодняшнюю Светлану Та которая была Там 20 лет назад Зачем нам 20 Ну просто мы меняемся 20 лет назад Я могла там подраться Допустим И дралась С мужчиной И женщиной И женщиной С женщиной Дралась Ух ты Это наверное Экшен Как кино Это эмоция Если с тобой Этого не происходит Ты как будто Я не говорю Что это тоже А что она сделала Не будем говорить Ну что-то сделала Что мне показалось Ну я не дралась Это не было Заволоса Привзяла и ударила Ударила Кулаком просто Ну что-то такое Ого Я заещала Что-то с себя Отругаешься матом? Практически нет Я не люблю Я кстати Мне вот Слушай Мне очень сложно С матом дела Постоят Я даже когда Нет я знаю Конечно Я даже могу Что-то сказать Несколько слов Класси Но я даже Вот сейчас Когда мы делаем Программы Сергеем Я вот Мы или запикиваем Или вырезаем По возможности Не потому что А он вообще Не ругается матом Это герой Ну да Герой Давай поговорим На эту тему Потому что я считаю Что люди Которые ругаются Это а Недостойно Не умеют себе вести Неправда Неправда Айдан Салахова Говорит так красиво Матом Как поет Вот она говорит И у меня даже Мы ничего не вырезали Нет Есть люди Которых Это по-другому Но вот когда Опять Мы не говорим Кто Особенно При женщинах Мужчины Когда ругаются матом Они же могут сдержаться Это ужасно Это ужасно Я очень уважаю тех мужчин Которые при мне Я знаю матершинники Они не матерятся Вот тут вот Им приходится преодолевать И я их уважаю за это А вот что бы ты не смогла простить Могу все простить Глобально Ложь Предательство Измену Ну если человек Это осознал И То есть не просить Что он это сделал И делает А я его Прощаю Я просто сделаю по-другому И перестану с этим человеком Общаться Но если Человеку важно Примирение И человек осознает Что он поступил Неправильно По отношению Ко мне Или кому-то Я считаю Что конечно Прощать надо Учить Уметь И самое главное Это самое важное Для тебя Не для этого человека Если перестаешь общаться Получается Что в целом Не простил Ну как бы ты исключил его Как токсичные отношения Знаешь Как это Ты исключил Ты не вибрируешь И не эмоционируешь В ту сторону То есть включаешь Камень Запас Ну я думаю Что к этому Должны все стремиться Потому что Ты на кого-то Обижаешься Я не говорю Что мне это не свойственно Я просто знаю Как надо поступать Для того Чтобы было Комфортно И правильно И здорово Потому что по-другому Ты ну просто будешь Я это вижу Я же подписана На твой инстаграм И я вижу Что ты Как правило Даже хейтерам Не отвечаешь Или там Кто-то Снимает смешные Не будем рекламировать Одного очень интересного Блогера Который Иногда Делает всякие Сторис И по-моему Ты даже перепосты делаешь Ну я могу сказать Это наверное Техно Сергей Техно Сергей Да Но он куда-то исчез Ты его видела? Да ни разу в жизни Я понятия не имею Он меня почему-то так любит Вот я понимал Что он мне симпатизирует Он вроде Известные Скажем так Светские львицы Он над ними Над некоторыми Прям жестко Жестко Проходится У него какой-то У него хорошее чистое юмор Вероятно Вот это тебе тоже нравится Ну да Возник вопрос По поводу фотографий Которые Сергей Табунов Однажды выложил С голой попой Прекрасное фото Идеальное тело Отличное фото Мой друг Сергей Табунов Действительно На мой взгляд Один из Наверное Самых Талантливых Фотохудожников Он снимает Только на пленку Я вообще Очень горжусь тем Что у меня много Его фотографий Я в какой-то степени Ну наверное Я являюсь его музой Он любит меня снимать Вот эта фотография Мы с ним встретились Он был в каком-то Очень подавленном настроении Сережа И я говорю И там у него Какие-то по работе Проблемы И я не помню Как я говорю Ой, слушай А выложи мою Вот эту фотографию Мне бы хотелось Так это подбодрить Это ты предложишь Он такой сидит Говорит Света Я не могу Тебя же Сережа убьет Да Я говорю Это моя проблема Выкладывай Мы такие Он сидит Мы в техникуме Встретились Он говорит Ты уверена Я говорю Я тебя прошу Сделай это А мне хотелось Его как-то взбодрить Я вообще считаю Вот это ханжество Когда люди смотрят На гулую Обычную попу Красивую попу Значит Твой муж Совершенно спокойный Нет, он не спокойный Он как раз Понервничает Нет, он мне говорит Как ты могла Пусть Сережа уберет Это, кстати Сережа потом Ты Бунов убрал Я говорю Сережа, конечно Я не буду ничего То есть Первая его реакция была Он действительно расстроился Но даже расстроился Наверное То, что Я вообще был Говорит Не посоветовалась Ну да Я это сделала А я это сделала По одной причине Что мне так хотел С Тобунов поддержать Это вообще не тема Это у нас через день Мы все это забыли У нас не было даже конфликта Я поняла, что Я бы так не хотела Чтобы Сережа со мной поступил Когда ты делаешь что-то Себя надо думать А ты бы хотела Чтобы с тобой человек Так поступил Ну когда эмоции А ты сама принимаешь решение И странно даже задавать тебе Наверное вопрос Кто у вас в семье главный Кстати А почему бы не задать А кто у вас в семье главный Ну у нас нет такого У нас совершенно там Так мне кажется На равных Он никогда не будет Каким-то жестким Таким хамским Но Но он Но у него есть Своя позиция Когда ты была главвредом Это же собственно Требует Фактически Нахождение Все время на работе Нет Совершенно Ничего не требует Ну это просто Выстроило Я выстроила Да Нет Как раз Здесь надо тоже понимать Что главный редактор Это не человек Который пишет тексты Там действительно Есть очень важно Всякие Редколлеги Мои были задачи Коммуникация с людьми Со звездами Встреча с рекламодателями Ну это понятно Это вообще немножко Про другое Это очень мобильно Это надо ездить На какие-то важные Фестивали Выставки Ну мне кажется Что это твое Ты гений Просто общение Вот наверное Ты была бы Если бы мужчина Была бы гениальным дипломатом Потому что Я вообще думала Что я могла быть Лавровым Наверное Лавровым В следующей жизни Без очереди Поменяетесь Я думаю Могла бы И наверное Мира было бы больше Я считаю Что Лавров Великий наш Министр Я его с большим уважением К нему Из всего там Коллектива Я вот Больше всего Мне он интересен Он очень интересный Правда Он и как человек И кстати Красивый такой человек И как министр Мне нравится Да И много лет Он такой мудрый И черты лица Дело в том Что вот есть люди Которые очень там Молодятся Там не знаю Красит все волосы Мужчина Еще что-то А у него такое Уже сформированное Временем лицо И у него даже Красивое Красивое Да Ну уже взрослеть Стареть надо красиво Сережа тебе не ревнует Потому что Ну он говорит Что нет Но мне кажется Так он Пасет поляну Правильно Не расслабляется Ну я Ну ты знаешь Что Это в моем характере Что если я Вот Ну сосредоточен На человеке У меня нет раз фокуса То есть Верный человек Да То есть я не вижу смысла Но я думаю Что он наверное Тогда бы ты не приняла Решение выйти замуж Потому что можно было не входить А зачем А зачем ты за него вышла замуж Можно было просто Ну у меня не было свадьбы Никогда В жизни Просто когда мы Много лет Первый раз я выходила замуж Это было Ну просто Мы расписались Это было Ну такое студенческое время Это было по-другому Это все равно было очень мило Хорошо Прекрасно Девочке хотелось Да Мне не хотелось Как мне казалось Мне не хотелось Я даже в этом смысле Не совсем стандартная девочка Я не думала Какая это фата Ничего И видно нас так Измотал этот год Странный Вот когда мы такие все Что делать Что этого Как бы сделать Какой-то праздник Да Я говорю О, я придумала Ну мне Сергей делал предложение Но я как-то к этому отнесла Ну ты как-то отказывала Не буду говорить Отказывал Сергей Я не отказывала, конечно Ну я так А зачем А потом я поняла Что как круто Я так рада Что мы это сделали В одной из передач Одного очень известного ведущего Есть Блиц-опрос Я готова Назови три основных качества Настоящей дружбы Настоящей дружбы? Я правда сейчас разделилась Мужчина и женщина Неважно Хорошо Безусловно Это любовь Какая-то форма Это доверие И это Знаешь Как бы умение Не только Помочь в сложную минуту А в первую очередь Разделить радость За какую-то С другом За какую-то победу Вот мы Как знаем Что не всегда получается Порадоваться Да Зависть Зависть Радоваться За успехи друга И вопрос На который Я не знаю Как бы я ответила Ты предпочитаешь Любить Или когда тебя любят Что важнее Для тебя Знаешь Недавно Я задала этот вопрос Ну не недавно И мне человек Мужчина Который Сложно Расстал С женщиной И там было очевидно Что он ее любит Больше Он сказал А ты знаешь Выбирай Я все равно Выберу Чтобы я любил Больше Но здесь Наверное Очень неоднозначно Нет Наверное Хорошо Когда это взаимно Но как моя мама Сказала Сидочка Ну пусть я любит Чуть-чуть Больше Ты настоящая Девочка Девочка Ну этот вопрос Может тебе и задавали Но мне просто интересно Действительно Если бы можно было Ну еще раз Жизнь прожить Есть ли моменты Которые ты бы Убрала Или изменила Ну нет У меня есть моменты Такие Такие Совсем такие Глубинные Но глобально Я прожила И поживу Вообще Какой-то Удивительной жизнью У меня столько всего Прекрасного Удивительного Яркого Такие Мне кажется Все равно Интересные люди И все сложности Которые проживала Это все равно Такой опыт Который меня Как бы не сломал Не сделал Хуже А только Наверное Так закалил Я ожидала Этого ответа Потому что Я вижу Очень мудрую Женщину Перед собой А вот Если нужно Сделать выбор Дружба Или любовь 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 Я бы тоже Так выбрала Твой самый Постыдный Поступок Если это Можно Говорить вслух Я так Один Скажу Сразу Череда поступков Которые Могли бы не случится То что ты сможешь Сказать Я понимаю Нет Я просто Правда не знаю Что такой Прям постыдный У меня есть вещи Краснее же Которые Ну или не лов Наверное Будет так ужасно Нагло звучать Наверное Такого вот Прям жесткого Нет Были какие-то мелочи Но я их даже Сейчас Чтобы я сделала Придала кого-то Я не знаю Или как-то Украла Украла Увела жену Увела жену Не мужа даже Оговорка у меня попрыгнут Жену еще лучше Ладно мужа ввести Жену вела И то не стыдно Нет Ну что-то было Конечно Просто я сейчас Не могу Как-то ты меня увела В одно направление А сейчас вот Ну это же так здорово Ну да Конечно Светочка Знаешь У нас для тебя Есть небольшой сюрприз Надеюсь Что очень-очень приятно Для тебя Мы выясняли Пытались выяснить Какие нравятся тебе цветы Но мы посмотрели На твой свадебный букет И Наш Цветочный спонсор Приготовил тебе подарок Это тебе Спасибо дорогая Были пионы точно Они были розовые Какие-то пастельные цветы Откуда ты знаешь Как у меня был букет Даже я уже забыла Фотографии Вот я забыла Что были фотографии Так что если муж спросит От кого цветы Можешь сказать Я сделаю небольшую интригу Интригу Правильно Какая-то мудрая женщина Ну недолго На несколько секунд Это был первый выпуск И первый гости И мы решили Что мы не можем Оставить наших зрителей Без подарков И решили сделать вам подарок Подарок будет таким Годовая подписка На журнал «Начало» Но для начала Мы объявляем конкурс В этом конкурсе Только один вопрос Как вы справляетесь Со своими негативными эмоциями Пишите в комментариях Мы выберем лучший ответ И победитель Будет обладателем подписки Годовой На журнал «Начало» Ну а пока Ставьте лайки Жмите на колокольчик И увидимся В следующем выпуске Что они там бегают? Уже пора Я уже все пропустила Доктор Вы доктор? Более Доктор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доктор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok